Следующее упражнение очень простое. Представьте себе А плюс Б. Это упражнение. И в этом замечательном доме есть лифт, который снабжен одной кнопкой. Вы, входя в лифт, нажимаете на эту кнопку, и если он может, то поднимается вверх на А этажей, а если не может, то спускается вниз на Б этажей. Вопрос. Как будет устроено передвижение по этим этажам в этом замечательном доме? Давайте возьмем какой-нибудь пример. Скажем, А равно 4, А, Б равно 3. Ну, тогда понятно. Этажи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте я просто сейчас нарисую. Лифт может с первого ехать на пятый. Вот дальше он не может приниматься на 4 этажа, но может спускаться на 2. Со второго этажа он поднимается на 6. С 6-го, что он делает 6-го? Спускается на 3-й. С 3-го этажа поднимается на 7-й. С 7-го опускается на 4-й. С 4-го опускается на 1-й. А с 1-й поднимается на 5-й. Смотрите, получился цикл. Давайте подумаем, всегда так будет или нет. Для этого перейдем к португальской нумерации этажей. Давайте будем считать, что 7-й этаж то же самое, что нулевый. Это же все равно. Неважно, как эти этажи называются. Важно, что они идут по порядку. И в таком случае у нас будут этажи нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И давайте отправимся с нулевого этажа вверх на четвертый. После этого, мы поднялись на четыре, мы спускаемся на 3 этажа. Но вообще-то, смотрите, спуститься на 3 этажа, то есть мы оказываемся в числе 1. Это то же самое, что оказаться на восьмом этаже, если все этажи у нас на семерку отличаются, если не отличаются. Если мы все считаем по модулю А, по модулю 7. А, по модулю 7. Отлично. Теперь поднимаемся на 4 этажа, 5, но на самом деле, 12 – это то же самое, что 12. Поняли идею? B – это то же самое, что минус А. По модулю А, по модулю В. Поэтому, вниз на B этажей, это по модулю А плюс В, то же самое, что вверх на А. Теперь, давайте, спускаемся вниз на 3 этажа. Это то же самое, что 16. Поднимаемся вверх. Это то же самое, что 20. Так. Спускаемся. Спускаемся. Это то же самое, что 24. Теперь мы спускаемся сюда. И это у нас будет то же самое, что 28. Господа, это не только 23, но только 4. Всегда, когда у вас есть число N, у вас есть N этажный дом, и у вас есть число A, и вы движетесь по модулю N по числам A, 2, A, 3, A и так далее, N минус 1, A, и, наконец, N, A. То вот эти числа все дают разные остатки, разумеется, в случае, если наибольший уфи делитель N и A, ну или то же самое, наибольший уфи делитель A и B равен 1. Если мы начали с двух взаимопростых чисел, то цикл пройдет в точности по всем этажам по одному разу. Вот так вот мы и будем. В общем, замечательный делитель. Управление им намного проще. То есть человек входит и просто все время нажимает на кнопку, как только нужный этаж выходит. Удобно. Вот. Ну, разумеется, если числа будут иметь больше единиц общий делитель, то тогда, ну просто фактически у нас можно будет на этот общий делитель все поделить. Многие этажи тогда будут просто не посещенные, а фактически движение будет идти так же, как в задаче, когда A и B разделили на их небольшую уфи делитель. Продолжение следует...